Дорогие друзья, мы приветствуем вас и приглашаем отправиться с нами в путешествие. Кто мы? Спросите вы. Мы педагогическая команда Алтайского края, которая реализует программу по развитию личностного потенциала благодоверительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». А что за путешествие? Это реализация данной программы в образовательных организациях края. В 2019 году Алтайский край пошел в число субъектов Российской Федерации, которые работают в рамках данного проекта. И в этом пилотном году с нами уже 12 образовательных организаций края, школ и детских садов из разных муниципалитетов. И в следующие три года этих организаций, а точнее вас, станет гораздо больше. Мы часто оказываемся в ситуации, когда нужно сделать выбор. Конечно, можно оставить все как есть, но можно приложить усилия и изменить будущее. Развитие способности использовать свои способности открывает новые возможности для всех участников проекта, для руководителей, для педагогов и обучающихся. А почему делаем это мы? Потому что нам самим интересно. Чтобы представить вам программу, мы выбрали образ путешествия по островам, где каждый остров это отдельный аспект программы. Итак, добро пожаловать на первый остров. Мой остров. Остров будущего. Часто ли мы достигаем того, чего хотим? Иногда просто мечтаем, но ничего не изменяем. Для меня программа «Старт» для управления своей жизнью и изменения мира вокруг себя. Программа – это возможность развития личностных особенностей человека, благодаря которым можно сделать шаг вперед. Положительные перемены в жизни зависят от самого себя. И в силах каждого этому научиться. В программе педагог достигает возможности развития своего личностного потенциала, а также знакомится с передовыми методиками и инструментами для работы с детьми. Пропуская через себя эффекты программы, учитель понимает, чему и как учить детей. Все образовательные продукты и инструменты программы объединены в серию «Школа возможностей». Дети учатся решать задачи, не имеющие готового или типового решения. Каждый УМК состоит из отдельного методического пособия, в котором вы найдете сценарные планы занятий, презентации, раздаточный материал, ссылки на видеофрагменты, сценарии родительских собраний. Обучение начинается с базового курса, независимо от того, в каком классе оно начинается. Создается безопасная атмосфера, где принимаются разные мнения, где ученики доверяют друг другу и учителю. Реализовывать программу возможно также и в рамках внеурочной деятельности. Мой остров — остров сокровищ. И эти сокровища — смыслы, которые обнаруживают все путешественники, оказавшиеся здесь на каждом шагу. Некоторые лежат на поверхности, а некоторые находятся в тени, сокрыты под завесой стереотипов и прежних догм. На острове есть мастерская, где каждый участник может трансформировать найденный смысл в свой, личностный. Ведь они, смыслы, напрямую зависят от наших знаний о предмете или явлении. Незнакомая вещь может показаться бессмысленной, если неизвестно, как ею пользоваться. И наоборот, по незнанию вещь может наделяться ложными и полезными качествами и обладать значимым смыслом. Программа по развитию личностного потенциала позволяет взглянуть педагогу на саму суть образования через призму осознания того, к чему нужно готовить обучающихся, какие именно качества нужно у них развивать. Очень важно, что в процессе освоения данной программы происходит трансформация личности самого педагога, позволяет сохранить профессиональное долголетие, редуцировать эмоциональное выгорание. Мой остров — это остров мечты. Люди, которые нас окружают, такие разные, но к каждому хочется чего-то большего, недостижимого. Программа по развитию личностного потенциала позволила мне понять, что моя главная мечта — это счастье. Счастье каждого участника образовательного процесса. По моему мнению, счастье может добиться только человек, успешно использующий свои ресурсы для принятия решений и достижения целей, способный приспособиться к такому сложному и меняющемуся миру, в котором мы живем. Человек, легко справляющийся со своими эмоциями. Из всего этого и складывается личностный потенциал. С каждым обращением к ней я становлюсь на шаг ближе к своей мечте — счастью. А счастлива я тогда, когда чувствую, как наше дело находит отклик в сердцах педагогов, что значит, мы на правильном пути. Для меня программа по развитию личностного потенциала — это мотивация. Это возможность дать педагогу понять, что он является двигателем процесса. Именно он может запустить изменения в сфере образования. Мой остров — остров инсайта или озарение. Осваивая программу, внутри меня уточнялся единый системный взгляд на человека, на ресурсы, которые помогают ему развиваться и принимать правильные решения. Выживать в самых сложных жизненных ситуациях, на стимулы и среду, создающую возможности для развития. На саморегуляцию, как способность отстаивать и останавливать себя в ситуации агрессии жесткого монолога. Концентрировать личностный потенциал для достижения целей осознанного выбора. Обучение в программе помогает мне, с другой стороны, посмотреть на команду единомышленников, увидеть уникальность каждого и особенности взаимодействия с каждым. Значительно расширился мой арсенал способов ненасильственного общения и развития личностного потенциала именно благодаря участию в программе. Дорогие друзья, приветствую вас на острове экспериментов. Что значит для нас этот остров? Здесь мы познакомимся с вами с рефлексивными приемами, рефлексивными техниками, такими как парковка идей, другие приемы, которые помогут вам письменно, устно, в комфортной вам форме выразить свои вопросы, озарения, выводы, все ваши наблюдения. На этом острове у вас будет возможность ответить на вопросы, что у меня получается уже сейчас хорошо, что мне хотелось бы поменять или сделать иначе, а в чем я хочу разобраться и попросить помощи и открыть новое для себя. Здесь вы поймете, какие инструменты вы можете использовать в повседневной жизни, какие инструменты уже вы используете для развития личностного потенциала вашей профессиональной деятельности. Мы с вами вместе найдем и обретем конкретные идеи для составления и реализации вашего проекта и обсудим те варианты, которые помогут создать среду, в которой как раз возможно развитие личностного потенциала ваших учащихся, как вы сможете транслировать эти идеи детям, родителям, коллегам. На этом острове мы подготовимся к следующей экспедиции и погружению в подструктуру личностного потенциала, потенциал выбора и самоопределения. Оказавшись на острове экспериментов, каждый из вас может убедиться в том, что, почувствовав себя капитаном однажды, вы остаетесь капитаном навсегда, потому что возможности развития личностного потенциала дают вам самые благоприятные для этого ресурсы. Мой остров – остров возможностей. Что значит для меня данная программа? Программа по развитию личностного потенциала – это возможность прежде всего расширить классноурочную систему в школе. Предметные навыки остаются приоритетными в школьном образовании, а программа позволяет усилить формирование метапредметных навыков у учащихся. Участвуя в программе, мы получаем возможность научиться управлять своими внутренними ресурсами – мотивацией, саморегуляцией, трансформацией, развивая личностные метапредметные и предметные компетенции. Эта модель образовательных результатов программы развивает потенциал выбора, потенциал достижения и потенциал жизнестойкости, чтобы быть готовым к вызовам современного мира. Что дает программа ученику? Возможность делать осознанный выбор, в том числе и выбор будущей профессии, и нести ответственность за последствия своего выбора. Для учителя программа по развитию личностного потенциала – это возможность становления жизнестойкости, развития эмоционального интеллекта. Отвечая на вызовы современности, учитель подтверждает свой профессионализм, остается ресурсостойким, эмпатичным и творческим. Мой остров – остров радости и счастья. Детский писатель Борис Житков утверждал, невозможно, чтобы было трудно учиться, надо, чтобы учиться было радостно, трепетно и победно. Что же для этого должен сделать учитель? Ответ прост. Сделать радость или ощущение счастья приоритетом и высшей целью, которой мы хотим добиться у себя в классе. Счастье можно считать переживанием сильных эмоций. И вместо того, чтобы отвлекать от учебы, оно может повысить производительность труда и развивать социальный и эмоциональный интеллект. Так считает Тимоти Окер, и я с ним полностью согласна. Но учителю еще самому следует многому научиться для этого. Например, развивать собственный эмоциональный интеллект, создавать мотивирующую, развивающую образовательную среду, проектировать пространство возможностей, проб и ошибок. И помочь ему в этом призвана наша программа. Ее освоение позволит учителю зарядиться радостью самому и сделать счастливыми своих учеников, похожими на лирического героя стихотворения, написанного Александром Осмоловым. Да, я чудак и фантазер. И говорю, что мир прекрасен. Прекрасен тем, что он не ясен, что небо формулой не выразишь, что звезды в небе не сочтешь, и хоть законы соблюдаются, ты удивительно вас ждешь. Зарядиться радостью самому и сделать счастливыми своих учеников. Вот в чем волшебная сила программы для учителя. Держим курс на развитие личностного потенциала. А что нас ждет в пути? Самим интересно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok